Доброе утро всем, кто присоединился к нам и традиционный прогноз погоды на сегодня. По Карачаево-Черкесии местами осадки. Днем коротковременные дождь в отдельных районах сильный. Есть и гроза, и град. Ветер южный 6-11 метров в секунду. В горах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2,3, в горах минус 7 градусов. Днем плюс 4,9, местами до 15 градусов. В Черкесии кратковременные дождь и гроза. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1,3, днем плюс 13, плюс 15 градусов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Расскажет главный тренер сборной команды Карачаева-Черкесии Бородин Иркенов и его подопечные. Доброе утро всем. Доброе утро, Бородин. Ну, так как из всей этой компании я хорошо знакома с тобой, так как ты их тренер, я хочу, чтобы ты представил тех ребят, с кем ты сегодня пришел, своих чемпионов. Токов Ренат, Бустанов Шамиль и Кенжев Альберт. Ну, в общем, повод для нашей встречи прекрасный. Вы выиграли чемпионат России. Первенство России. Первенство России в городе Орле. Да. Поехали шесть человек, привезли восемь медалей. Да. Ну, просто молодцы. Слов нет. Спасибо. Попали в состав сборной России. Как все прошло? Как твои ребята выступили? Что ты можешь рассказать? Ну, как вы сказали, первенство России прошло в Орле. Повез, я сам являюсь главным тренером сборной команды Карачао-Черкесской республики. Повез шесть спортсменов. Из шести спортсменов вот эти трое ребят заняли призовые места. Как вам известно, по армрестлингу два и более. На каждую руку по одному медали. И в общей сумме получается общая медаль, общее первое место. То есть одна рука, одна медаль. Да, да, да. Вторая рука, тоже одна медаль. И в общем считается на России по очкам, какие места занял. И дается вот первое, второе, третье место. Бородин, ну ты от этих ребят ожидал? Я знаю, что Ренат уже побеждал не раз. Ну, эти ребята тоже в прошлом году побеждали. И даже позапрошлом было у нас. Ну, мы готовились год с этой пандемией. Думаю, все спортсмены, всем людям по-всякому как-то произошло, как-то мы не хотели, да. Ну, вот готовились год, ровно год. У нас позапрошлом году тоже попали ребята в члены сборной России. И не смогли никуда поехать с этой пандемией. А сейчас вот опять заново поехали на первенство России, заняли призовые места. В общем количестве мы привезли 8 медалей. Ну, Шамиль, я, наверное, обращусь к тебе, потому что, скорее всего, ты у нас первый раз в гостях. Я хочу тебя спросить, как давно ты занимаешься армспортом? Я армрестлингом занимаюсь уже 5 лет. Нравится? Конечно. Альберт, а ты? Два года занимаюсь. Ну, вот скажите, ребята, обычно у людей правая рука сильнее, чем левая. У вас тоже так? У меня, да. А у тебя? Да? У меня тоже, да. Ну, вы студенты. Да. Будете ли связывать свою жизнь со спортом? Конечно. Собираемся. Я думаю, в будущем стать тоже тренером. Ну, Ренат тоже. Бородин, куда готовитесь? Первенство Европы? Вот, смотрите, сейчас у нас в мае месяце, по положению, 23 мая, будет первенство Европы, будет проходить в Литве. Будем готовиться, если все получится, с этой пандемией все организуют. Так как эти ребята вошли в сборную России, в состав сборной России, оба трое спортсменов поедут на первенство Европы и Литвы. Будем готовиться, будем показывать хороший результат нашу страну и нашу республику. Я почему-то вас вообще не сомневаюсь. Я уверена в том, что вы привезете в копилку Карачаева-Черкесии еще не одну медаль. Я желаю вам успехов, удачи и спасибо, что приехали к нам в гости. Спасибо вам. Вещание на телеканале «Россия-1» продолжит программы черкесской редакции. А в 14.30 вместе с Ашемезом Пхешховым. Хорошего дня вам всем. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет. Грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых. Планета 13. Биберлэнд. Миру сыр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова